Точно могу сказать, что образовательные учреждения не опустили. Дети вереницей заходят в школу. То же самое касается и учителей. На работу, разумеется, пришли все. На педагогический состав правила свободного посещения не распространяется. А вот измерение температуры обязательно для всех. Пришедших в школу встречает утренний медицинский фильтр. При подозрении на простудное заболевание детей не допускают к занятиям, а отправляют домой. В первой гимназии бесконтактным термометром пользуются с пятницы домой, пока никого не отправляли. Доброе утро, здорово. Доброе утро, 36,5, здорово. И тем не менее, некоторые родители решили перестраховаться и оставить детей дома. К тому же, свободное посещение школы разрешено по постановлению Министерства образования края. В классах отсутствует человек 10. Школьники неохотно идут на карантин. Я считаю, свободное посещение должно быть только для тех, кто реально болеет, а не кто просто захотел стимулировать и не пойти в школу. Сейчас УГЭ, подготовка, поэтому нужно посещать все уроки. Мои родители все равно меня отпускают в школу, я привык к этому. Я не привык так долго отдыхать. Вот когда вот так неожиданно, непривычно как-то, не готовы меня не пускать в школу, к тому же у меня там с учебой кое-какие проблемы. Вот, поэтому я сам готов сейчас идти в школу. Нет времени отдыхать. И куча и куча дел. Как бы то ни было, педагоги обращаются к родителям с просьбой не отправлять детей с симптомами гриппа в школы и детские сады. В наших учреждениях существует практика. Если семья, ребенок, приехали из-за границы, или сотрудник после отпуска приехал из-за границы, он остается на добровольном карантине на 14 дней дома. Программа вся будет пройдена, гарантируем. В детских садах надо приносить справку, никуда вы не денетесь. Если вы пропустили более двух дней, на третий день вы уже должны принести справку. Если это школа, то нет, не надо. Особое внимание в школах уделяют не только состоянию здоровья детей, но и состоянию классных комнат. Их увлажняют, проветривают и дезинфицируют. Глава города дал поручение выделить дополнительные средства на приобретение моющих средств, если это будет необходимо. А необходимость, скорее всего, возникнет. Мыло теперь уходит вдвое больше. Руки дети моют не только перед едой, но и до и после каждого урока. В таком режиме школы проработают до конца недели, а с понедельника дети уйдут на весенние каникулы. Кстати, в этом году их продлят на 10 дней, опять-таки в целях недопущения распространения коронавируса. Начнутся каникулы 21 марта и завершатся 11 апреля. А вот вузы города закрылись совсем. Там образовательный процесс перешел в цифровую плоскость с применением электронного обучения и дистанционных технологий. То есть контактной работы и студентов сейчас в университете нет. На Яндекс.Диске созданы специальные разделы. Преподаватели выкладывают учебные материалы, лекции, практические задания, тестовые материалы. И вот сегодняшний наш первый день учебный, он как раз так построен. Кроме того, предусмотрены лекции в виде скайп-лекций. И сейчас запускается вебинар.ру, когда студенты будут, находясь на удалении, так сказать, опосредованно получать, собственно, всю программу, которую должны получать сейчас. Все эти меры призваны обезопасить горожана заражение коронавирусом. Для оперативной диагностики в Сочи заработала лаборатория по исследованию анализов на новую инфекцию. Функционирует она на базе сочинского отделения при Черноморской противочумной станции. Теперь, как и новосибирская лаборатория, сочинская оснащена необходимыми тестами. Порядка 40 человек сейчас обследованы. Результаты пока все отрицательные. Та категория граждан, которая просто хочет обследоваться, тоже могут обследоваться на коронавирусную инфекцию на базе этой лаборатории. Но это не значит, что все люди должны пойти в эту лабораторию. Нужно пойти к врачу по месту жительства, к своему участковому врачу, где будет организован забор материала соответствующего. И по всем правилам доставки будет доставлен в эту лабораторию. И будет произведен анализ, который длится 8 часов. Обязательному же обследованию на коронавирус подлежат госпитализированные, прибывшие из-за рубежа, больные пневмонией, а также горожане, находящиеся на так называемой самоизоляции, то есть дома. После двухнедельного карантина их выпишут, и они снова пойдут на работу. По официальным данным, сейчас в Краснодарском крае зафиксирован только один заболевший – житель Приморско-Ахтарска. Напомню, в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции в Сочи отложены все массовые мероприятия, а в аэропорту отменены порядка 50 международных авиарейсов.